Вновь отказывается от закуски. С тех пор выражение «русский после первой не закусывает» стало расхожей фразой, хотя оно и не совсем верно. В большинстве случаев русский закусывает и после первой, и после второй, и после всех следующих. Русские дворяне и купцы разработали сложную классическую систему того, какой напиток, чем закусывают. Например, под водку рекомендуется заливная ситрина с хреном, разные соленья, красная икра и, наконец, вершина всех закусок – черная икра. Обычай много есть под водку, и самогон родился в деревне. Деревенская еда очень простая. Это отварной картофель, котлеты, соленые грибы и овощи, пирожки с капустой и с мясом. Все это так выглядит аппетитно, что на столе появляются новые и новые бутылки. Вот так вот аккомпанемент русской гармошки и застольной песни. И празднуют в деревне радостные и грустные события. Деревенские обычаи – хорошо поесть вместе с людьми, переехав в город. Русские женщины известны своим гостеприимством. Они начинают готовить за день до прихода гостей. Сколько он спрашивает, а сколько тебе нужно? Выпьемте, я всегда говорю, за здоровье наше. Выпьемте. Первый тост за русским столом всегда поднимается за здоровье гостей и хозяев. Кроме того, все должны похвалить кулинарные способности хозяйки. Дни рождения национальной праздники отмечаются прямо на работе. Женщин в этот день освобождают. Их святая обязанность – приготовить закуски для всех сотрудников. О, сколько служебных романов начиналось на таких праздниках. Как много комедий и трагедий начиналось за такими столами, уставленными выпивкой и закуской. А люди, пьющие во дворах, закусывают чем Бог пошлет? Или, если быть точнее, тем, что можно найти в ближайшем гастрономии. Выбор здесь довольно скудный. Если повезет банка рыбных консервов, чаще можно найти яйца, хлеб, а летом огурцы и помидоры. Каждый несет к общему столу то, что сумел раздобыть. Но простые люди едят эту простую закуску с тем же аппетитом и достоинством, как и те, кто сидит в шикарных ресторанах. Для тех и других выпивка и закуска – это единый, замечательный процесс. Между прочим, обе процедуры можно соединить, и тогда получится нечто новое и совершенно потрясающее. Если положить кусочки ржаного хлеба в кастрюлю и залить их бутылкой водки, получится оригинальная еда под названием тюрях – комбинация еды и питья. Любители тюри в основном являются сибиряки и военные, которые достигают таким образом удивительного эффекта. Опьянение от бутылки водки, вылитой на хлеб и съеденной ложкой, такое же, как и от выпитых из стакана двух-трех бутылок. Так что тюри это – блюдо для сильных духов. Но если действительно смертельно хочется выпить, и вы, как говорится, на грани, и нет времени на поиски закуски, или у вас просто нет денег, чтобы ее купить, есть один способ, испытанный способ. Выпив, можно занюхать рукавом. Сколько же пьют в России? Ответ на интригующий вопрос «Сколько же пьют в России?» звучит уклончиво. Это зависит. Пьют миллионы, пьют везде. Из стоп, из стаканов, прямо из бутылки. Есть слабаки, которые падают после первого стакана водки, но есть и рекордсмены, которые могут принять на грудь от двух до пяти литров денег. Согласно статистике, каждый взрослый человек в сибирских городах убивают ежегодно 40 литров чистого алкоголя, что эквивалентно 100 бутылкам водки. Это средние цифры, но все зависит от конкретного человека. Как говорят мудрые люди, пей, но знай меру. К несчастью, многие не придерживаются этого следового правила. Специальные подразделения милиции днем и ночью обшаривают города в поисках тех, кто его нарушил. Всех их, пораженных алкоголем, валяющихся на улицах и у подъездов, отвозят в специальные учреждения, не имеющие аналогов мировой правды, так называемые Д-3-збители. В каждом большом городе их обычно несколько. Милиции, работающие здесь, скучать не приходится. Пьяных раздевают, отправляют в душ, а после регистрации отправляют в комнату, напоминающую в баню. Клиентура здесь поистине экзотическая. Можно встретить и университетского профессора, и рецидивиста, алкоголика, и студента, перебравшего на вечеринке. Здесь бывает мечта о всеобщем радости. Сотни тысяч людей в каждом городе в один прекрасный момент оказывается в этом зажиге. Возьми его! Это своя мужика! Ну, нет! Это своя мужик! Это коми, сэр! Самыми необычными являются утрезвители для женщин. Целит отметить, что пьянство и алкоголизм среди женщин стали особенно распространенными в последние годы. Особо слава у пола, покуршие лишку, ведут себя более буйно, чем представители сильного пола. И женщинам-мельционерам, работающим здесь, приходится выдерживать настоящие атаки. Обычно женская клянтура либо раздражается яростными и несвязанными речами, либо поет. Одни впадают в депрессию, другие плачут, третьи продолжают пребывать в отличном настроении и все время смеются. Почему бы не поразвлечься в отличной компании? Особо буйных просто связывают к алкоголу. Многие женщины часто непереставательно считают, что их привели сюда по ошибке, но есть и те, которые относятся в категории вручных. Похмелье. Утреннее похмелье для тех, кто на кому не слишком много выгод, а это относится почти к половине населения страны, действительно тяжелое время. Голова трещит, тошнит и вообще состояние гнусное. Если тех, кто прошел вперед хотя бы один раз, знают, что есть только одно средство. О, похмелье яйца. Во время неудавшегося переворота заговорщики по-настоящему набрались. На пресс-конференции на следующий день можно было заметить трясущиеся руки. Если бы они вовремя похмелили, может быть, история России пошла бы по другому пути. Есть много способов избавиться от похмелья. Самый популярный безалкогольный способ выпить огуречного или любого другого рассолка. Можно сбегать на рынок, и добросердечная женщина всегда плеснет вам его в стакан. Существа тонкие, рафинированные, предпочитают кефирный сок. Но самым популярным напитком, помогающим преодолеть похмелье, является пиво. Полчища мужчин, жаждущих долить огонь, стекаются киоском, где обычно не хватает кружек. Поэтому они пьют из обычных банок, кружек и пакетов из-под молока. А похмелившись, человек возвращается в жизни, и все опять начинается с начала. Автор фильма Петер Козлов. Петер Козлов Петер Козл Петербург Петербург Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...